История в следующем. Оля офигела, иначе не скажешь, потому что они требуют сумасшедшие деньги. Значит, ну в общей сложности, они же и ребёнка своего продали, я не знаю, сколько они там за Вальсилису заплатили, но в общем-то они где-то тысяч триста пятьдесят в месяц получали, ну получают. Вот теперь представьте, господи, что там идёт к телевизору. Значит, она, ребята, я не могу перейти экран, я сходила на массаж, я устала капец, тут такой массаж классный в отеле делают. Да, в общем, триста пятьдесят, сейчас второй ребёнок, вы себе можете представить, там по полмиллиона им надо будет платить. Поэтому я думаю, что зрительское голосование, оно не имело никакого значения. Это они так откупились, проект, лучше вот дать им квартиру, а через какое-то время мы сейчас увидим, что они уйдут с проекта. Я думаю, что это мудро. Ну там же не дают квартиру в центре города. Спасибо большое, моя дорогая, вас тоже с наступающим. Ой, в Баку, я была в Баку, сейчас расскажу, я была в Баку, Араза Агаларова, к маме его мы летали, прелесть. Значит, слушайте, поэтому там, знаете, такая квартира малогабаритная, ну такие вот, ну в новостройке всё, но где-то там на окраине, она малогабаритная, естественно, однокомнатная, поэтому они сдохнут вместе на той территории. Это надо обставлять. Во-первых, там эти маленькие квартирки скупают чёрти кто, я вам хочу сказать. Эту Олю потом так все достанут, и Диму. Дима вообще без принципов, я Димой разочарована. Потому что Дима предал маму, Дима ведёт себя не как мужчина, он подводит ребят, пацанов, а там есть нормальные ребята на проекте. Рома, господи, я прям забыла их имена. Ну вот Рома и с кем Рома дружит. Поэтому вот в чём заключается Олина победа. Не потому что все так балдеют от Оли. Вот, ну ладно. Да, в Баку прелесть, какие вы! Субтитры сделал DimaTorzok